Этот человек самый главный злодей всех миров, его нужно уничтожить! Лиза, ну что ты такое говоришь? Я просила называть меня Уэнсдэй. Тебе что, плохо? Плохо сейчас будет тебе. Вещь, взять его. Чё ещё за вещь? Я чё, непонятно сказал? Выходите и собачек с собой не забудьте взять, иначе я разрушу этот дом. Парни, сделайте что-нибудь, иначе он разрушит дом, и мы все погибнем под обломками. Ну что вы за человеки, всё приходится делать самим. Парни, подходим поближе, мне будет нужна ваша сила. Хасямба, масямба. Коргис-моргис. Кукловода в попу у колямба. Кукловода литомбис. Ну всё, мне это надоело. Капец, что это было? Капец, Полина и в нулевом мире тёмная, вот это поворот. Офигеть! Ядрить, я чуть не ослепла. И чё, всё? Всё, мы белые маги. Блин, ну что за человек, вечно до него не дозвониться. Ну что за человек? Эль Граф, ты совсем офигел трубки не брать? Ну прости, тут связь ужасная. Привет, Ульянка, ну как ты там, скучаешь без меня? А как ты думаешь? Конечно, скучаю. Уехал, чёрт знает на сколько, а ещё и трубку не берёшь. Да что там у тебя со связью? Ты какой-то зависший. И в квадратиках. Наверное, специально сделал так. Чтобы не было твоей новой подружки видно. Что? Много там у тебя девушек? Ну что ты, какие девушки? Я тут занят делами, между прочим. Вот как закончу их, сразу приеду. Ну блин, давай побыстрее свои дела решай. Ты же видишь, как я соскучилась. Мы же хотели праздники вместе провести, а ты так внезапно взял и уехал по своим делам. Ладно, ладно, не буду ворчать, я всё понимаю. Просто знай, что я тебя очень люблю. Я тебя тоже люблю, с Рождеством! Блин, опять всё зависло. Да что же за связь такая дурацкая? О, а это ещё что за прикол? Пошевеливайтесь, куклы! Чё вы плетётесь? Пошли, пошли! Давай, давай! Уважаемый кукловод, а куда мы идём? А нас там будут кормить. А там будет тепло. А не до хрена ли вы вопросов задаёте, восьмой Б? Мы идём туда, куда я сказал. Но мы уже устали, уважаемый кукловод. Можно мы отдохнём? С тобой, Лизонька, или как там тебя? У Энсдей. У меня будет другой разговор. Мы с тобой отдохнём. Мы с тобой ещё как отдохнём. Это чё у них? Какой-то дурацкий флешмоб. Так вроде бы их никто не снимает. Ладно, тогда я сниму. ВК выложу. Как малолетки фигнёй занимаются. Ладно, стоп. Настало время немножко развлечься. А когда мы кушать будем? Мы уже два дня ничего не ели. Ты, Лизонька, вообще есть не будешь и сдохнешь от голода. Ты думаешь, я забыл, как твоя рука на меня напала? Хорошо, что я ей тогда смог скинуть себя и раздавить. И теперь вы мои марионетки. А я ваш кукловод. Всем всё понятно? Да, о, великий кукловод. Для тебя, Лиза, Уэнсдей. Я ещё не придумал нормальное место. Поэтому начну с мелкой. Давай-ка тебе наваляет Лина. Лина, подходи к Лизе. Начинай её лупить. Хорошо, великий кукловод. Во прикол. Девки дерутся, а никто их не разнимает. Вернее, даже не дерутся, а одна из них лупит другую. Только они все какие-то дёрганные, пьяные, что ли. Ну что, нравится тебе, Лиза? Нет, мне это не очень нравится. А не надо было всем рассказывать то, что ты увидел в своём видении. Это нулевой мир. И я его сделаю таким, каким захочу. Все земляне будут моими марионетками. А вы мне поможете справиться с 10-м А и этими вонючими собаками. Только они смогут мне помешать, а значит от них надо избавиться. А кто такие эти ребята из 10-го А? И что за собаки? Это гнусные сволочи. Они меня чем-то укололи вот сюда. Я подпрыгнул от страха и упал. А разве может всемогущий кукловод бояться каких-то уколов? Ты смотри, дрянь какая. Дерзит и не хочет полностью подчиняться. Куклы. Что я должен с ней сделать? Наказать. С особой жестокостью. Правильно. Вот умнички. А ну-ка все вместе дружно идем бить Лизу. Пусть усвоит урок. Это что такое? Все бьют одну девчонку, она даже ответить не может. А этот очкарик, такое ощущение, что он ими управляет. Эй, урода, а ну быстро оставь ее в покое. Что? Ульяна, ты что за нами следила? Слышь, чел, ты вообще кто такой? И откуда знаешь мое имя? Капец, от этого 10-го А не скрыться нигде. Ну ничего, Ульяна, ты тоже скоро станешь моей марионеткой. Ведь, как я знаю, ты будешь отличным агентом Федеральной службы времени. И будешь предана мне лично. Мальчик, ты что несешь? Набухался, что ли? А мамка не заругает? Какие агенты? Какая преданность? Как я могу быть предана тебе? А, ну не в смысле мне, а мне взрослому. Короче, долго объяснять. Теперь ты моя марионетка и будешь подчиняться лично мне. Ну-ка проверим. Подними-ка левую руку, девочка. Что происходит? Как такое возможно? Добро пожаловать. Теперь ты тоже кукла. А теперь подними правую руку. А теперь танцуй. Вот, Лиза, смотри и учись, как надо танцевать танец Вэнсдэй. А ты на дискотеке выглядела, как угловатый параллелепипед. Да что происходит? Мое тело меня не слушается. А скоро перестанет слушаться и разум. Свой разум я уже почти потеряла. Тебе, как и нам, не повезло. Ты стала марионеткой шефа. Вот приятно, когда меня так называют. Иди, как остальные бурьяны. Постойте пока тут, а я пойду домой, погреюсь и пирожков поем. А может быть вы и нас покормите, о великий кукловод? Фиг вам с маслом, а не пирожки. Облезете. И вообще, холод и мороз очень полезны для здоровья. Ладно, хватит лупить Лизу. Все, стойте здесь, я пошел. Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Как он смог подчинить мое тело? Наш великий кукловод может все. Жаль, только пирожков нам не достанется. Но мы это покорно стерпим, потому что мы безвольные марионетки. Конечно, было бы неплохо и погреться. Но раз великий кукловод сказал нам стоять и ждать его, то значит мы будем стоять и ждать. Да, мы должны стоять и не возмущаться, потому что куклы не возмущаются. Куклы молча терпят, когда в них играет великий кукловод. Да вы что, сдурели? Нам нужно что-то попытаться сделать. Мы должны позвонить в полицию, а не посадят этого гипнотизера. Бесполезно. Мои одноклассники уже потеряли разум и волю. Я тоже скоро их потеряю. И это не гипноз. Аким не гипнотизировал тебя. Тогда как он это сделал? Я ничего не могу сделать со своими руками и ногами. Он это сделал с помощью магии. В этом нулевом мире у него чудовищная сила. Смирись. Быть марионеткой не так уж и плохо. Не надо в школу ходить. За тебя решат, что тебе делать. Вот только кормят редко. И держат на морозе. Ну а у нас у кукол такая судьба. Ничего не поделаешь. Да я не хочу быть марионеткой. Кто вообще этот чувак? Как его там? Аким? Откуда он знает, как меня зовут? И откуда у него магия? Всем известно, что магия бывает только в книжках и в кино. Этому должно быть научное объяснение. Офигеть, у меня получилось. Этому ты тоже найдешь научное объяснение? Тимофей, что ты тут делаешь? И что это был за портал? Магический портал. Я в первый раз попробовал его сделать и у меня получилось. Просто мне Полинка позвонила и сказала, что ты в беде и тебя надо спасать. Вот я и прыгнул. Да, я в беде. Срочно звони в полицию. Ну с тобой вроде все окей, ты просто стоишь с этими мелками. Они что, тебя обижают? Да нет же, я стала марионеткой, как и они. Это сделал один чувак, который знает, как меня зовут. Стоп, стоп, марионеткой? А как выглядел этот чувак? Как здоровый монстр без лица, бледно-голубого цвета? Нет, он выглядит как задрот. Ботаник в очках. Он нас тут оставил и ушел домой греться. И есть пирожки. Ничего не понимаю. Так и вы идите по домам, чего вы тут стоите? Мы не можем никуда идти. Великий кукловод сказал нам стоять здесь и ждать его, никуда не идти. Мы кукла великого кукловода и подчиняемся ему целиком и полностью. Я не могу пошевелить рукой и ногой без его ведома. Вот, видишь? Странно, я видел кукловода, но он был огромным монстром, а не очкастым ботаником. Как он это с вами сделал? Они сказали, он это сделал с помощью магии. Так, 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 если у всего нашего класса, как сказали псы, есть магия, значит, у тебя тоже. И я должен как-то тебе ее пробудить. Твои бандиты Бублик умеют говорить? Ага, Коржик и Кекс тоже. Так, давай попробуем вот так. Нифига! У меня шевелятся и руки, и ноги. Ты меня спас, ура! Вот это, поаккуратнее с чувствами, у меня вообще-то Полина есть. Если она узнает, что мы обнимались, она нам рожу расцарапает. Ой-ой-ой, кого я вижу. Тимофей, собственная персона, да еще и без своих собак. Отлично, сейчас ты станешь моей марионеткой. Вот этот чувак, он сделал меня куклой. Опачки, ты успел инициировать Ульяну? Ну что ж, придется изменить облик, чтобы справиться сразу с двумя магами. Ну а сейчас ты меня узнаешь, Тимофей? Да, урод, теперь я тебя узнаю. Марионетки, взять их, вы должны их обездвижить. Приказ великого кукловода, это закон. Отпустите, уроды! А-ха-ха-ха-ха, попались крутые детки. Опачки, как я вовремя. Тимофей, Ульяна, держитесь, я знаю, как его победить. Никита, но как? Я же убил тебя смертельным заклинанием. Тебя не должно быть в нулевом мире. А надо смотреть, кого ты уничтожаешь. Это была моя голограмма. Стой, 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 стой. Никита, если это казнь, то у меня должно быть последнее слово. Так и быть, говори свое последнее слово. Молись или что ты там хочешь. У тебя пять секунд. Ну, если я темный маг, то у меня должно быть несколько последних слов. А точнее, два. Ульяна, чтобы завалить кукловода, ты должна стать генератором полей. Чем? Генератором полей. А чтобы это сделать, ты должен поставить лайк и подписаться на канал. Только так ты сможешь увидеть продолжение в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok